Народ, всем привет! Абсолютно не подготовленный я к этому видео. Я еду домой. Спешу записать вам небольшое послание. Опять у меня полный багажник виниловых пластинок. И такой закупки у меня не было давным-давно. Но, наверное, вы видите по моему довольному лицу. Как там говорится? Как слон после бани, да? Или как это правильно говорить? В общем, я еще довольнее. В общем, везу полный багажник виниловых пластинок. Совершенно случайно я их купил. Сразу скажу ценник, чтобы не ждали долго, и не перематывали, не искали, сколько же стоит, сколько же я заплатил. Короче, там, наверное, 200 пластинок. Это точно. И заплатил я за них всего 20 уэра. Ну, бывают, да, такие случаи. Потому что люди бывают разные. Кто-то знает цену виниловых, кто-то цену не знает. Кто-то готов просто отдать тебе их, подарить, потому что ты понравился как человек. Тот начинает ценники задирать. Сначала была там цена, допустим, 10 уэра за пластинку. Ну, иногда люди меняют свое мнение. Почему-то цены вырастают в два раза. Ну, всякие разные бывают случаи. В общем, в этот раз я был сегодня на Флёмаркте. Абсолютно не ожидал от Флёмаркта ничего хорошего, потому что у нас очень жарко, там, жара, там, 30 градусов, что для Германии очень много. Флёмаркт был большой, но товара, такого, как виниловые пластинки, было очень мало. Ну, потому что винил боится солнца и боится жары. Но, тем не менее, я встретил одного человека, очень интересного господина. Он пенсионер. Он приехал на рынок на трёхколёсном велосипеде. Такой велосипед впереди с кузовком. Ну, у нас сейчас в Германии велосипедный бум, как и виниловый бум. Абсолютно разные велосипеды на любой вкус, цвет, на любой карман. Ну, в общем, я встретил этого господина. И у него был ящик виниловых пластинок, в котором уже ковырялся мой конкурент, так скажем. Ну, либо единомышленник. Ну, и пока он ковырялся, я сделал большую ошибку. Я спросил у продавца, говорю, а сколько вы хотите за одну виниловую пластинку? А он мне говорит, ну, сколько-сколько? 20 центов. 20 центов за Pink Floyd, за стену, например. Это... Это ничего, да? Так скажем. Услышав очень сладкий ценник, мой единомышленник выбрал всё-всё-всё самое интересное. Ну, и оставил то, что никому не интересное. И когда он скрылся за рядами рынка, я подошёл к этому господину ещё раз и поинтересовался, а нет ли у него дома виниловых пластинок ещё. Он сказал, что у меня есть очень много классики и очень много других жанров. И я ему сказал, что меня интересует именно тот другой жанр, всё кроме классики. Я спросил, где он живёт, может быть, я к нему подъеду. И он мне говорит, что... Да я, в принципе, тут долго стоять не буду на рынке. Вот сейчас сколько? 8 часов 20 минут. 8 часов я у него был дома. Ну, получается, там с шести он до полвосьмого постоял и уехал. Уехал домой, набрал мне и сказал, что можете приезжать. Я всё подготовил. Посмотрите, понравится, заберёте. Не понравится, так не заберёте. Заехал я к нему домой, прям в диф-гаражи. В общем, это такая элитная многоэтажка с подземным гаражом. Я заехал к нему в этот гараж, где меня ждали уже приготовленные виниловые пластинки. Я с ним коротко разговаривался. Как всегда, я спрашиваю, что за винил, откуда. Собирали сами или достался от кого-то. Он мне рассказал, что... Он в основном слушал классику. А винил, который вот стоял передо мной в коробках, слушала его супруга, которая, к сожалению, скончалась. И он теперь вдовец, он один. И, ну, старается избавиться от имущества, которое, ну, наверное, ему не нужное. В общем, забрал я эти все коробки. Ну, мы так с ним примерно прикинули. Там было, ну, 200 виниловых пластинок. Я вам их обязательно покажу. Ну, вот в чем проблема, вернее, моя проблема, или, как бы, мой загон, да, как это правильно сказать на сленге. Я вам показываю виниловые пластинки, которые достаются мне очень дешево. Тем самым я как-то заставляю вас быть... Ну, испытывать чувство зависти, что ли, или как-то, ну, даже, может быть, у некоторых чувство ненависти, что, мол, буржуй живет там в Европе, покупает винил за копейки и хвастается на весь YouTube об этом. Меня это, ну, волнует эта тема, конечно. Я уже подумывал несколько раз о том, чтобы закрыть свой канал и больше не снимать никакие видео. И этот вопрос уже вставал в некоторых моих видео на то, чтобы... Ну, я спрашивал у зрителя, нужно ли мне продолжать видео в таком формате или нет. И большее число вас, подписчиков, согласились с тем, что я должен это продолжать и не обращать внимания на завистливых. Поэтому, ребят, я продолжаю, делаю это редко, потому что на меня свалились огромные семейные дела, которые нужно решать, разрешать как-то. Ну, в общем, на хобби дело дело, времени не очень много остается. Поэтому как-то так. Я уже подъезжаю к дому, разгружусь и обязательно отсниму и покажу вам все, что привез в этот раз. Не переключайтесь и оставайтесь. Вот этот вот винил, который я привез и который я вам сейчас покажу. Начнем с первой коробки. По всей видимости, он даже еще и по алфавиту рассортирован. Классика. Опять классика. Никогда не видел, не знаю, что это такое. Да, он же по алфавиту. Очень много Кэт Стивенса. Так, закончился, начался Стивенс. Макираж. Санктана. Ну, такой классический набор, так скажем. Самый номер фон, кольку тоже без них. Ага, стена. Вот он же. Какой-то Ренессанс. Может быть, слышал, но не знаю, что они. Саундтрек к фильму «Назад будущее» не дешевый, так скажем. Знаю, что именно он дорого стоит. Так, и бы сейчас найти, где мы остановились. Это мы видели. Так, это шмон идет с шиворот на ворот. Депешмон. Сырый лотанжан опять забил он. Это вот мякиш ее с такой шершавой обложкой, с пупырчатой. Пупырчатой. Пепер Мафай. Чисто немецкий исполнитель. Ну, неплохая все равно такая коллекция. Не прокуренная. Не в подвале она стояла. Так, первая коробка закончилась. Продолжаем. Вот это лежало сверху на второй коробке. Амброзия. Амброзия. Прокрок, по-моему. Вот это тоже что-то, по-моему, с элементами. Прокрок. И несмотря на то, что у них что-то, мандолины в руках. Так, это по ощущениям новодел какой-то. Никогда не встречал. Амброзия. Это тоже, скорее всего, что-то из разделов Прокрок. Или Краутрок, может быть. Амброзия. Третья. Третья. Ренессанс. Не знаю, кто это. Так. Ну, идем дальше. Встречает нас Тоту. Еще раз Тоту. Опять Тоту. Снова Тоту. И еще раз Тоту. Так. Это, по-моему, идут здесь саундтреки. Угу. Это все саундтреки. Ну, так нехило. Я, кстати, вот вместе с вами первый раз смотрю. Когда я смотрел эти коробки, я вытащил пару пластинок и решил, что они мне подходят. И я не буду все пересматривать. Ну, туда попадается немножко классики. И опять идут саундтреки. Эдит Тиаф. Опять Тоту. Ван Франкман. Ренессанс. Не знаю, ребят, что за Ренессанс. Напишите, кто знает. Что у нас дальше. Ван Марисон. Диперпл встретился. Америка. Америка. Вот что-то, наверное, country. Так, ага. Очень хороший альбом. Алан Парсенс. Барклэй Джеймс. Харвест. Это вот так себе, да? Америка. И Шуберт. Так, ну вот закончилась вторая коробка. Сейчас мы будем смотреть вон ту стопочку. А вот то это не относится к этой коллекции. То это мои такие между делом находки. Вот такой вот небольшой сингл. Один-единственный был здесь. Рик Клаптон. Битлз. Билли Джойл. Генессис. Ну да, все так более-менее по алфавиту ведет. Так, Бич Бойс. Принц, ага. По-моему, новодел. По-моему, скорее всего, фиолетовый. да фиолетовый любимый цвет принца двойной альбом так классика опять уже второй такой экземпляр так быть вот так и тут мэк генесис почему все шеворот на выворот херберт гренмайер чисто немецкая тема генесис так это наверно не буду показывать так вот краешек покажу все знают что это за альбом в ютюбе нельзя показывать обнаженные части тела сразу можно получить бан ужасно неудобно снимать одной рукой одной рукой показывать чего не сделаешь для своего хорошего зрителя чикаго ну да так попадаются они каждого почти в коллекции они есть крест и бург и еще раз и еще раз и еще раз так у нас лучшая от чем двор но прям классика так кулинс затылком к нам перед лицом и реклама нет вот еще есть последний ну да наверное давайте покажу свои находки я эти находки еще не снимал но она заодно сюда попадут в это видео к стивенс это все с флюмаркты находочки кстати бонни м абсолютно полное издание со всеми внутренними вкладышами открытка по моему там есть оба английское издание прослушивает звук великолепнейшим мне очень понравилось pink флойд клубная версия купил я ее по моему чут там за пять или за 7 я ранее помню посмотрел сколько стоит сети чуть не офигел именно клубная версия madonna modern talking и single от мастер бой ребят но но вот так вот вот это все что я вам показал да вот кроме этого досталось мне совсем не задорого пишите ваше мнение то что я не знаю я вас спрашивал подсказывайте может быть посоветуйте на что обратить внимание но и до каких-то там следующих видео всем пока всем кто в отпуске хорошего отпуска всем кто в поисках винила удачных находок теперь точно всем пока